Художественная школа располагалась в красивейшем особняке стиля модерн. Больше всего Захар любил круглый стеклянный фонарь, в котором обустроили библиотеку. Занятия проходили трижды в неделю, по четыре часа, и трижды в неделю он брал в библиотеки что-то про художников. Успевал прочитать до послезавтра или до послепослезавтра, приводя дядю Сёму в бешенство. — Не давай ему столько читать! — кричал он своей легкомысленной племяннице. — Парень глаза себе портит, а ей всё плевать! Маме, конечно, не было всё плевать. Просто она тренировала в авангарде своих девочек до позднего вечера или возила их на соревнования, и тогда вообще исчезала на неделю, приходила поздно, с непросохшими после души волосами, целовала сына, отнимала у него книгу, гасила свет и валилась рядом. Они обнимались и засыпали. Единственной в группе, кому не нужны были туфтовые синяки и раны, был пацан, похожий на отрока с картины Нестерова. И без того, светловолосый, он летом выгорал до невесомого цвета церковного серебра, и тогда его васильковые кроткие глаза казались глубокими полыньями. Молчаливый до такой степени, что несколько первых уроков Захар вообще думал, что он немой, Андрюша Митянин, его все называли именно Андрюшей, что очень ему шло, даже сидел чуть поодаль от других, не важничал, не выпендривался, а вроде как сторонился. Однажды мельком Захар услышал, что у Андрюши порог сердца. Ему послышалось порог, и представился высокий порог, который обладатель такого робкого одинокого сердца переступить не в силах. Однажды после занятий он некоторое время следовал позади Андрюши. Тот и шел, не шел, а брел, но это не из-за сердца. Вскоре выяснилось, когда уже разговорились и подружились, так что отлепиться друг от друга не могли, что Андрюша все время ищет на земле. На земле? Захар удивился. Чего на земле искать? Денег? Андрюша улыбнулся и пояснил, что деньги, да, иногда находятся, но это так, чепуха, а вот повсюду много всяких интересных штук валяется. Их можно починять-починять, почистить, лаком покрыть. И вещь опять живет. Я покажу тебе, — говорил он, — я покажу. Он был старше Захара на полгода, но тоньше и гораздо выше. Это потом они почти сравнялись в росте. Когда после шестого класса Захар вдруг стал стремительно расти, наполняясь силой, и каким-то новым, жгучим, ежеминутным желанием смотреть на женщин. Недели через две Андрюша привел Захара домой, показать, как обещал. Не говорил чего, улыбался. Он жил в старом городе с отцом и бабкой, в смешной синей хатке, пол которой... Когда они вошли, Захар остановился на пороге, не решая ступить ногой в ботинки на такую красоту. Пол был глиняным, утоптанным и отполированным, как керамическая поверхность. И весь разрисован. У порога лежал весь в желтых подсолнухах половичок, а в центре пола. Дивный мир животных и трав расстилался ковром, убегая под круглый стол, под шкаф, под кровать. А на раскрашенном той уже вольно искусной рукой деревянном сундуке сидели сразу три живых, безупречно белоснежных кота, будто выпрыгнули прямиком из сказки, вот из этого самого сундука. «Это ты?» — пораженно спросил Захар нового друга. Тот засмеялся и сказал, «Не, это бабаня». «Бабаня, ты дома?» И к ним из соседней комнатки вышла старая веселая ведьма, вся как корень сушеный, морщинистая, обожженная точно глина, пронзительная. Она подошла к Захару близко-близко, вгляделась своими острыми васильковыми глазками, наконец проговорила внятно и как-то прибауточно. «Хорош парень, но много чуишет». «И ишет», — заметил Андрюша, «и хорошо, что и ишет, найдет чего-нибудь и будет починять-починять». Вообще бабка с внуком говорили на каком-то смешном прибауточном языке, в отличие от отца Казимира Модестовича. Тот работал инженером на электростанции и дома бывал редко, неделями жил у какой-то женщины на Замостье, которую бабка с Андрюшей называли не по имени, а просто Зазнобой. Появляясь в маленькой хатке, он производил впечатление слона в посудной лавке и что-то непременно ронял, ахал, руками всплескивал, поворачивался и смахивал с полки, разбивал окончательно. Или наступал на одного из белоснежных сказочных котов, которых и звали-то по-человечьи. Ваня, Маня, Сидор. В сарайчике во дворе у Андрюши и Бабани хранились залежи старых вещей, но не обычного барахла, какое складывают в сарае, жалея выкинуть на помойку, в надежде, что старый диван с торчащими пружинами или кресло-качалка с отломанной ручкой — еще ничего и когда-нибудь пригодятся на даче. Это были вещи удивительные, старинные, застрявшие на половине четвертого часы с бессильно обвисшими черненными еловыми гирями, труба граммофона, трехногое бюро с полузатертыми картинками на крыше, расписная деревянная шкатулка с облезлыми боками, но до сих пор издающий удивленный обрывок хриплой мелодии, большой медный колокол с тисненными фигурами летящих пышнозадых ангелов, королевского вида трон с выдранной из сиденья обивкой. Вдоль стен стояли старые рамы, а в них то полуслепая картина, то мутное, будто озеро в рязке зеркала. Это хромоногое увечное воинство ждало своего часа. Все это надо было починять, починять. А бабаня оказалась не просто веселой старой ведьмой, а реставратором. И в молодости, еще до Первой мировой, училась в Варшаве. Сейчас она в волю занималась, чем душа велит, реставрируя найденные или выкупленные за гроши антикварные вещи. Иногда только брала от организации интересные заказы. Например, — добавил Андрюша, — недавно работала секретер XVIII века из дома-музея Пирогова, а он, Андрюша, помогал. Ей-богу! Они теперь проводили вместе любую свободную минуту. Все стало общим. Иногда даже мысли, как заметишь милиционера Перепеленко с его грозной полной семечек-кобурой. Переглянешься и одновременно выпалишь. Хлопти, клешню подставляй. И драться рядом с подручней. То было время, когда шли войной, улица на улицу, сражались жестоко, палками, кирпичами. Вот тогда очень важно, кто тебя со спины прикрывает. Опять же ценно, когда играешь с другом в одной футбольной команде. Андрюша, правда, бегать долго не мог. Все лицо обсыпало мелким бисером пота, а губы становились пепельными. И он все норовил посидеть или даже полежать на травке. И Захар терпеливо ждал рядом, пока тот отлежится. Часто они ошивались на Иерусалимке. Неподалеку от Первомайской был парчок, где собирались пацаны для игры в цурки-балан. Ставилась на кирпичи банка, в нее, как в городках, кидали палкой, стараясь сбить. Летом же пропадали на Южном Буге. Там под крутым обрывом тянулся дикий травянистый пляж с тинистой водой и зарослями камыша. Сидели с удочками рыбаки, висели на нежном, неугомонном моторчике серые глазастые стрекозы, всплескивали на солнце желтые и белые капустницы. А можно было смотаться на кумбары, на другой пляж, городской, песчаный, культурный, с островом, соединенным за мостьем, деревянным мостом. На острове в дощатых будках продавали лимонад, пиво, пирожки и пряники. От пристани, что у самого моста, соединяющего за мостья со старым городом, вверх по течению ходил в стрижевку речной пароходик. Туда многие венечане, прихватив палатки и спальные мешки, ездили в кемпинге отдыхать. А вниз по течению Буга ходил к Сабаровской ГЭС другой пароход. Если от моста идти влево, добредешь до холма, где сохранились несколько древних, покосившихся надгробий какого-то странного иностранного кладбища, некоторые надгробия вертикальные, одно вообще в виде ствола с обрубленными ветвями, и выбиты на них узоры, не узоры, буквы, не буквы, а хотелось сказать письмена. Помимо этих письмен, на уцелевших камнях можно было различить не до конца выветренные подсвечники, листья двух оскаленных львов, сцепившихся друг с другом собственными хвостами, какие-то колонны с кудрявыми навершиями, а на одном темно-серым щербатом был выбит отлично сохранившийся корабль трехмачтовик. Наверное, под ним лежал какой-то старинный моряк, жаль, что невозможно было прочитать, что написано. Дядя Сёма, когда Зюня впервые попал туда и вечером рассказывал о таинственных старинных могилах, хмыкнул и сказал еще бы, это старое еврейское кладбище, и надписи тоже еврейские, есть такой древнейший язык, всем языкам голова. — Зюня спросил, — Идыш? Он немного понимал Идыш. Вообще быстро хватал иностранные слова, хотя мама терпеть не могла, когда баба Нюся принималась говорить с ней или дядей Сёмой по-малански. — Нет, — хмуро ответил дядя, провожая взглядом маму, которая отправилась в кухню отсыпать себе из мыски тыквенных семечек. Другой совсем язык. Очень древний. На нем Библия написана. — Библия, шмеблия! — крикнула из кухни мама. — Твои стариковские дела! — Субтитры создавал DimaTorzok